Почему после распада СССР востребованный советский актер Виктор Ильичев стал иммигрантом? Как вышло, что в США он ощущал себя нахлебником и ушел из жизни от тоски по родине? Виктор Ильичев с подросткового возраста начал посещать театральную студию, так как видел себя только актером. Получив аттестат, юноша с легкостью поступил в Лгитмик на курс к самому Товстоногову и сразу же начал совмещать учебу со съемками на Ленфильме. Известно, что студентам это было запрещено, но для Ильичева сделали исключение. В 1967 году Виктор стал дипломированным актером и, отработав 9 лет на ленинградской сцене, был вынужден покинуть театр из-за колоссальной загруженности на Ленфильме. Таким образом, до роли Фабьо в знаменитой «Собаке на сене» за плечами Ильичева уже было около 30 киноработ. В 1968 году на мероприятии для выпускников творческих вузов Ильичев впервые увидел свою судьбу – Светлану Осиеву, недавнюю ученицу Вагановского училища. После года красивых ухаживаний влюбленные поженились и скромно отметили это событие. В 1971 году Светлана, которую после получения диплома приняли в труппу Мариинского театра оперы и балета, не побоялась сделать паузу и подарила любимому мужу сына Михаила. Новоиспеченным родителям предоставили жилье неподалеку от места работы молодой мамы, которая быстро пришла в форму и вышла на сцену. Как известно, век балерины недолог, и уже в 1988 году 38-летняя супруга Ильичева вышла на пенсию, отдав знаменитой ленинградской Мариинке 20 лет жизни. Однако без работы Осиева не сидела, а возглавила балетную студию. С распадом СССР Виктора стали все реже приглашать в кино, и он жутко переживал, что доходы жены значительно выше, чем у него. Но, несмотря ни на что, супругам и в голову не приходило уехать из родного Ленинграда, уже переименованного в Санкт-Петербург. В 1992 году Светлана получила абсолютно нежданное предложение – строить карьеру в Чехии. За границу Осиева отправилась в одиночестве, а Виктор с сыном Михаилом, учившимся на последнем курсе Лгитмика, остались в городе на Неве, прекрасно осознавая, что на чужбине их никто не ждет. Ильичев безумно скучал по жене. Ему казалось, что разлука разожгла его любовь лишь сильнее. Актер все же отважился на переезд во Флориду, где Осиева обосновалась при помощи однокурсника Михаила Барышникова, успев до этого поработать в Португалии и Италии. Сын-студент не поехал вслед за отцом. В США Виктор страдал из-за языкового барьера, так как абсолютно не владел английским языком и был очень счастлив, когда через год ему посчастливилось сняться в России в нескольких эпизодических ролях. Сын Миша в ту пору служил в театре Комиссаржевской, но его актерская карьера сложилась не слишком удачно, так что начиная с 1994 года семья воссоединилась, окончательно осев во Флориде. В итоге Светлане вновь пришлось взять на себя роль единственного добытчика, ведь муж и сын так и не нашли работу. И если Михаил, окончив два высших экономических вуза, состоялся как брокер, то Виктор, не сумев освоить язык, был вынужден работать упаковщиком в супермаркете. Некогда востребованный актер безумно страдал от того, что стал нахлебником, живя в основном за счет жены, и безумно скучал по родине. При этом Ильичев испытывал комплексы, если соотечественники эмигранты узнавали его, когда он занимался неквалифицированным трудом. Лишь в 2004 году Виктору удалось сняться в трех фильмах режиссера эмигранта Анатолия Эйрамджана, но кинокартины провалились в прокате. В 2008-м у Ильичева диагностировали онкологию, которая, как уверял актер, развелась от тоски по родине. Он умолял родных вернуться в Санкт-Петербург, но они не согласились, полагая, что медицина в США гораздо лучше. Возможно, это было действительно так, ведь в Майами Виктору Георгиевичу провели редчайшую по тем временам операцию. К сожалению, спустя год болезнь вернулась, и на этот раз усилия врачей не увенчались успехом. Заслуженного артиста РСФСР, отметившего 65-летний юбилей, не стало 8 октября 2010 года. Его похоронили в городе Бокаратон, что в штате Флорида. Безумно жаль, что советский актер, который сыграл более 120 киноролей и 40 лет был предан единственной жене, довольно рано покинул этот мир, бесконечно тоскую по России. Вечная память. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.